Несколько бросков и почти все в яблочко. Людмила Гаршина большую часть свободного времени отдает спорту. Два года назад на городском паралимпийском фестивале она победила в нескольких номинациях, тем самым заработав себе зрительскую путевку на игры в Сочи. Получила море впечатлений, эмоций. И с того дня я еще больше стала посвящать себя спорту. Настроение сегодня чудесное. Просто сама природа благословляет нас на этот праздник. Эта атмосфера, которая царится в этом зале, просто впечатляющая. Участники фестиваля соревнуются в пяти видах спорта. Дартсе, настольном теннисе, шашках, кольцебросе и мини-гольфе. Впервые площадку мини-гольфа развернули на футбольном поле под открытым небом. Спортсменам необходимо загнать мяч в восемь лунок. На первый взгляд нет ничего проще. Но здесь необходимо снайперское зрение и точный расчет. Перед зачетом небольшая разминка. Алексей Блинков в мини-гольф играет пять лет. Недавно занял второе место в областных соревнованиях. Но, по его словам, главное не победа, а сама игра как способ расслабиться. Все болезни от нервов, правильно? Нервы убираются, все убирается. Вот тогда играешь спокойно. Ну, в смысле, отдыхаешь так душой и телом. Они имеют возможность не просто состязаться здесь, помериться силами, но также пообщаться, получить заряд бодрости, поднять настроение. Им очень часто не хватает вот этого. Мы стараемся им в этом помочь. Соревнования окончены, очки подсчитаны. Впереди самые напряженные минуты. Жюри объявляет победителей. В личном зачете отличились 15 человек. Большой кубок в этом году достался команде паралимпийцев Кировского района. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.